Здравствуйте! Наши клиенты часто спрашивают нас о последствиях банкротства для физического лица, о плюсах и минусах банкротства. Если после просмотра видео у вас будут вопросы, то пишите нам, мы обязательно вам на них ответим и поможем избавиться от кредитов и долгов. Последствия банкротства физического лица условно можно поделить на те, что наступает на этапе банкротства и те, что наступает по окончанию процедуры банкротства. Первая часть. Последствия банкротства физического лица на этапе банкротства. В течение процедуры банкротства до завершения процедуры будут следующие ограничения. Первое. Суд вправе запретить выезд за пределы РФ. По факту запреты выносятся судом нечасто. Запрет на выезд за границу может быть вынесен лишь на время процедуры реализации имущества. По завершению банкротства этот запрет снимается. Второе. Вам будет запрещено продавать и приобретать имущество в период банкротства. Но вполне понятно, зачем это ограничение. Чтобы должник не распродал все имущество и не скрыл эти деньги от должников. Третье. Запрещается распоряжаться пластиковыми картами и счетами. Вот последний пункт, один из самых суровых. Дело в том, что с момента признания вас банкротом и в течение всего срока процедуры реализации имущества в деле о банкротстве физического лица, а длится в банкротстве примерно 6-8 месяцев. Каждый раз индивидуально. Заработную плату работодатель должен перечислять на специальный счет, открытый финансовым управляющим для формирования конкурсной массы. На следующий день после признания гражданина банкротом и введения реализации имущества, гражданин обязан передать финансовому управляющему все свои банковские карты, в том числе ту карту, на которую ему начисляется зарплата. Естественно, если должник работает. Теперь должник не может распоряжаться своими деньгами на счетах, но ведь вам никто не запрещает снять эти деньги со счетов до начала процедуры банкротства. Должнику гарантировано, что прожиточный минимум на себя и своих иждивенцев, а к ним относятся дети, нетрудоспособные родители, он будет получать на руки каждый месяц. Эту сумму можно увидеть, по ходатайству перед арбитражным судом. Однако, надо доказать, что деньги действительно нужны. Можно также попросить арбитражный суд выделить средства на оплату коммунальных услуг, содержание жилищного фонда, оплату горячего и холодного водоснабжения, отопления и взноса на капитальный ремонт. Также можно и обслуживание домофона и тому подобное. Существует немало вариантов, как увеличить сумму, остающуюся у должника. Вторая часть. Последствия банкротства. Физического лица после окончания самого банкротства. Последствия банкротства для должника, физического лица, можно разделить на три группы. Негативные, незначительные и положительные. Негативные последствия банкротства. Негативные последствия могут наступать лишь для мошенников, которые набрали кредиты с целью их не отдавать. Помимо того, что при рассмотрении дела в банкротстве «Суд долги мне спишет», есть шансы привлечения к уголовной ответственности при банкротстве физического лица. Причем не нужно себя записывать в мошенники и бояться уголовной ответственности, если вы не вклеивали фотографию в чужой паспорт, чтобы получить кредит или не набрали кучу кредитов и не сделали по ним хотя бы там ни одного платежа. В идеале три надо сделать. Второе. Незначительные последствия. К незначительным последствиям банкротства физического лица можно отнести то, что после банкротства должника, первое, ему будет запрещено три года занимать должность директора любой организации. Причем рядовым сотрудником организации он может быть, заместителем директора, извините, он может быть, начальником цеха, руководительным отделом. Ограничений здесь никаких не накладывается. Речь идет только о должностях генерального директора, члена совета директоров, то есть о руководящих должностях. Второе. Должник не сможет возглавлять 5 лет микрофинансовую организацию и негосударственные пенсионные фонды, а также 10 лет возглавлять банки. Третье. Должник не сможет в течение 5 лет вновь оформить банкротство через суд. Четвертое. Он не сможет в течение 10 лет оформить банкротство через МФЦ. И последнее, пятое. В течение 5 лет он должен будет сообщать потенциальным кредиторам о том, что ранее он проходил процедуру банкротства. Третий раздел. Положительные последствия. К положительным последствиям, то есть к плюсам банкротства физического лица для должника, несомненно, относится то, что после завершения процедуры реализации имущества долги по кредитам спишут. Это все. Иных последствий не существует в природе. Мы перечислили все. Если вам нужна помощь в банкротстве, то вы можете обратиться к нам. Адрес нашего сайта указан на экране, а ссылка на него размещена в описании и в комментариях к этому видео. Обращайтесь к нам, мы поможем вам законно избавиться от долгов.